дорогие друзья доброго времени суток я приветствую вас на канале о котором меня зовут ольга и сегодня хочу представить вашему вниманию таро прогноз на неделю с 20 по 26 января включительно для знака зодиака скорпион уважаемые скорпионы напоминаю что гадание имеет общий характер она подходит и женщинам и мужчинам и тем кто в паре и тем кто одинок надеюсь что каждый из вас для себя найдет что-то важное и полезно но помните о том что расклад всего лишь один вас много для всех одинаково он проиграться не может поэтому если вы видите чтобы первым двум картам расклада информация с вами не резонирует возможно в этом периоде этот расклад вам просто не подходит а подходит другой категории скорпионов любом случае я приглашаю вас всех и сейчас по традиции пока я перетасовываю колоду вы можете загадать картам один вопрос который для вас на сегодняшний день самый актуальный самый болезненный та карта которая останется на дне колоды после выкладки всех карт вашего расклада и будет являться ответа на ваш вопрос да или нет но эту карту мы рассмотрим в самом конце чтение всего вашего расклада если для вас выпадет негативная карта она укажет на возможные помехи в отношении вашего вопроса или слабые стороны также первая карта вашего расклада покажет вас самих ваши планы мысли ваши эмоции ваше настроение ваши действия и также общий запас энергии кому нужно больше времени ставьте на паузу а мы с вами продолжаем и так ваша первая карта дальше мы посмотрим общий фонд событий всей этой недели что войдет в вашу жизнь что будет ждать наши семейные пары для тех кто пари что у вас в доме в семье что вы чувствуете в отношении друг друга ваши чувства и чувства вашего партнера рабочая сфера деньги финансы взаимодействие с другими людьми социальная жизнь карта для наших одиноких скорпионов она укажет и вашу личную жизнь и что на сегодняшний день в течение этой недели будет происходить с вами вообще и какие события войдут в вашу жизнь в завершении этого периода и по традиции карта совета на что нужно обратить основное внимание что нужно знать и вы помните карта оставшиеся на дне колоды является ответом на ваш вопрос да или нет скоро мы к этой карте обязательно дойдем возможно в процессе чтения гадания я буду брать дополнительные карты для того чтобы какую-то информацию рассмотреть более глубоко и детально и так ваша первая карта здесь у вас выпала королева пентаклей конечно эта карта говорит о том что в основном все ваши мысли на сегодняшний день на начало этого периода сосредоточены полностью на деньгах на финансах на заработке на работе на накопительстве на желании приобретения каких-то вещей на желании комфорта и комфортной жизни как таковой вообще если смотрят меня женщины скорпионы несмотря на то что вы относитесь к водной стихии вот эта карта в этом периоде может показывать вас вашу деловую хватку ваши деловые качества умение зарабатывать умение правильно распоряжаться финансами эта карта говорит о том что в общем то если смотрят меня женщины скорпионы вы на сегодняшний день хозяйка своей судьбы и очень многое зависит от вас самих от вашего правильного мышления от вашего умения рационально мыслить и строить планы не только в сегодняшнем но и на будущее если смотрят меня мужчины эта карта может говорить о большом влиянии женского лица на вашу жизнь в этом периоде это может быть женщина земной стихии телец дева или козерог по гороскопу но не обязательно это может быть просто какая-то бизнес леди либо женщина с которой у вас есть какие-то общие финансовые моменты также если говорить о женщинах скорпионах может быть эта карта говорит еще о какой-то даме о которой вы думаете с которой вы связаны материально то есть женщин эта информация тоже может касаться в общем то прекрасное позитивное настроение в особенности у женщин уверенность себе желание что-то делать творить зарабатывать и радоваться жизни в общем-то карта хорошая если говорить о мужчинах на ваше настроение влияет женщина запас энергии у вас великолепный у вас хватит сил на все чтобы справиться с любыми трудностями и проблемами связанными вот с этим периодом давайте посмотрим общий фон событий всей этой недели и здесь мы видим карту старший аркан отшельник конечно эта карта сразу к себе привлекает внимание старшие арканы говорят о важности каких-то моментов в нашей жизни по отшельнику конечно вы люди глубоко духовные может быть кто-то по этой карте занимается самопознание саморазвитием может быть кто-то что то изучает это какие-то глубинные процессы в который вы погружаетесь для кого-то это занятие медициной может быть кто-то медитирует может быть кто-то занимается философией может быть кто-то просто кому-то что то преподает но по этой карте вот вы как человек гуру учитель для многих даже если вы молоды эта карта в вас может показывать как человека с большим багажом знаниям и с большим жизненным опытом за плечами. По этой карте к вам многие идут за советом, с вашим мнением кто-то считается. Но вы на сегодняшний день как будто бы чувствуете себя либо одиноким, либо вы закрываетесь от внешнего мира, немножечко огораживаете свое лишнее пространство для того, чтобы над чем-то поразмыслить, что-то проанализировать в своей голове, в своей жизни. Конечно, эта карта говорит о том, что вы пытаетесь прислушиваться к своему внутреннему голосу, к своей интуиции, а эта карта говорит о том, что интуиция у вас работает замечательно, и вам не стоит ее игнорировать. В вашем раскладе, я вижу, есть еще карты, которые говорят о вашей большой интуитивности. Это могут быть и какие-то вещи и сны, и какие-то видения, какие-то знаки, которые дает вам судьба, то, чего не видят другие. То есть кто-то из вас может обладать какими-то способностями, но по этой карте способностями к белой магии, либо к чему-то светлому, это уж точно. Для кого-то эта карта может показывать обучение, и также то, что вы на сегодняшний день все-таки, вот в каком-то важном для вас деле или вопросе, нуждаетесь в совете компетентного для вас человека. Для кого-то эта карта может показывать верховного наставника, старшего друга, советчика, это может быть и мужчина, и женщина, но ближе почему-то больше идет информация, что это женское лицо, человек, с которым у вас идет какое-то позитивное общение, и благодаря этой женщине вы можете решить многие проблемы в своей жизни. Поэтому если вы нуждаетесь в каком-то совете, обязательно поговорите, побеседуйте, и вы найдете, может быть, для себя нужную какую-то информацию. Также отшельник говорит о том, что если вы что-то начали, не останавливайтесь на полпути, идите вперед, и только тогда вы достигнете успеха, если вы не будете опускать руки раньше времени. Ну, здесь по этой карте некая обособленность от внешнего мира, вот немножечко вы закрываетесь, как будто бы от кого-то, идут какие-то глубинные процессы переосмысления. Давайте посмотрим, что происходит в ваших парах, для тех, кто в паре. На ваше чувство мы видим карту Короля Мечей. На чувство вашего партнера или партнерши мы видим карту Старшего Аркана, Верховной Жрицы. Отношения на сегодняшний день по этим картам непростые. Если смотрят меня мужчины-скорпионы, вот эта карта может показывать вас. Несмотря на то, что вы относитесь к водной стихии, здесь мы видим стихию воздуха, эта карта может говорить о какой-то вашей излишней либо строгости, либо резкости, либо холодности в отношении своей партнерши или своей семьи. Может быть, вы проявляете какую-то авторитарность, где-то пытаетесь отстаивать свои лидерские качества и права. То есть по этой карте вы хотите, чтобы все было по-вашему, чтобы последнее слово было за вами. Но рядом с вами очень сильная, энергетически мощная женщина, ваша вторая половиночка, которая вам не уступит. Она где-то промолчит. Но это непростая женщина. В конечном итоге она все равно сделает так, как нужно, и так, как она считает правильным. Женщина образованная, женщина глубокая. И эта карта может говорить о том, что кто-то из вас, вот то, что касается вашего дома, семьи, вот вы часто по вечерам можете погружаться в какие-то состояния бессознательного, когда вы анализируете всю свою жизнь и, может быть, даже что-то изучаете, потому что эта карта также говорит о каком-то изучении заинтересованности в вашем, в каком-то предмете. Если говорить о мужчинах, возможно, вы немножечко резки и жестковаты. Почему? Потому что вам в отношениях не хватает нежности, любви со стороны вашей женщины. Да, она умная, она может быть прекрасной любовницей и матерью, и бизнес-леди. У этой женщины очень много положительных качеств. Но вот в этом периоде вам не хватает сексуальных отношений. Немножечко она от вас как бы отдалилась и занимается чем-то своим или думает о чем-то о своем. Если смотрят меня женщины-скорпионы, вы по этой карте можете считать, что ваш мужчина слишком строг в отношении вас, слишком резок, и вам также не хватает любви, мягкости, какой-то нежности, душевности. Конечно, и у мужчин, и у женщин в ваших парах очень много тайн, очень много моментов, которые, может быть, сокрыты от внешнего мира. И что-то вы пытаетесь скрыть друг от друга. Не всю правду говорите друг другу, что вы, что ваш партнер. Если говорить о женщинах-скорпионах, вот в периоде этой недели, то, что касается дома, семьи, вы где-то можете проявлять вот такие вот мужские лидерские качества, когда вы желаете, чтобы последнее слово было за вами. Во имя какой-то справедливости, во имя какого-то закона, во имя какого-то порядка. Но тоже смотрите, чтобы здесь не было переборов, потому что вашему мужчине может элементарно не хватать мягкой, нежной женщины, а не воина с мечом. Помните об этом, милые женщины. Но, в общем-то, эти карты говорят также и о том, что у кого-то есть какие-то сложные вопросы, связанные с домом, с недвижимостью, либо с какими-то бумагами. Потому что часто карта короля мечей может говорить о мужчине, который относится к госструктурам, к органам властей. Может быть, посредством какого-то мужчины, если говорить о женщинах, вы думаете, вы держите в голове, может быть, еще кого-то, и думаете о том, чтобы вам какой-то мужчина помог решить сложные жизненные вопросы, связанные с вашим домом, с вашей семьей, с вашей жизнью. Но не исключено, что вы думаете о ком-то третьем. И также ваш партнер может думать о ком-то еще. Давайте все-таки возьмем дополнение и посмотрим, что происходит у наших женщин и что происходит у наших мужчин. на вашу личную жизнь. У наших женщин, ну, ваши отношения развиваются однозначно. Здесь какой-то финансовый рост, денежная стабильность однозначно. Для мужчин сразу выпала мужская карта бланки, которая говорит о том, кстати, дорогие мужчины, с кем-то вы соперничаете. Посмотрите, выпала сразу ваша карта. Первым делом и рядом карта соперника. Кто-то возле вашей дамы увивается, даже если у вашей второй половиночки еще что-то не случилось интересного с вот этим вот другом, то вполне возможно, что этот человек будет добиваться вашу даму и каким-то образом пытаться разрушить отношения вашей семьи. У женщин здесь ситуация более стабильная. Совет для женщин. Ну, карта великолепна. Говорит о том, что, в общем-то, рядом с вами надежный человек, прекрасный мужчина. Я не вижу с его стороны каких-то измен, но, по крайней мере, в этом периоде здесь могут быть какие-то другие сложные эмоциональные моменты, из-за которых вот какое-то напряжение в паре. Но ваш мужчина вам покровительствует. Но не исключено все-таки, что лично вы думаете о ком-то еще. Потому что карта лилии показывает пикового короля. И если ваш мужчина светленький, голубоглазый, либо русый, эта карта может показывать совершенно другую особу. Если ваш мужчина темненький, эта карта может показывать у вашего супруга. Вот такая вот интересная информация. Давайте... Также, конечно, друзья, вот могут быть какие-то конфликты на этой неделе, из-за того, что кому-то из вас хочется больше ясности в дне сегодняшнем. И вы друг друга пытаетесь вызывать на какой-то откровенный разговор. В особенности вы. Именно поэтому тут идет какая-то жесткость, какая-то дискуссия. А ваш партнер или партнерша будут пытаться особнячком стоять для того, чтобы лишнего не сказать и лишнего не наговорить. Давайте посмотрим, что ждет наших одиноких скорпионов в периоде этой недели. Для вас выплывала великолепная карта Иерафанта или карта Папы, другими словами. Во-первых, это покровительство высших сил однозначно. То есть все, что не происходит в вашей жизни на сегодняшний момент, не случайно. Также эта карта может говорить о покровительстве земном в мужском лице. Для кого-то это может быть отец, брат, старший друг, коллега по работе, либо какая-то высокопоставленная особа, с которой вы имеете какие-то дела и человек вам чем-то помогает либо покровительствует. Для кого-то эта карта может показывать снова-таки духовного учителя и наставника человека-советчика, к которому вы обращаетесь за помощью. Также, вот если говорить об одиноких скорпионах, я так понимаю, что многие меня смотрят люди, у которых уже богатый жизненный опыт за плечами, у вас уже были какие-то отношения. Вы не ищете отношений на один день и на один час. Если вы и думаете о том, чтобы как-то устраивать свою личную жизнь, вы хотите, чтобы все было серьезно, чтобы это был официальный брак, чтобы это был достойный человек, с которым не страшно шагать в будущее. Также многих из вас эта карта может показывать как людей старых устоев, старых нравов, которые заложили в вас ваши предки. Может быть, в вашем детстве, вот в ваших семьях была большая авторитарность со стороны отца и его полный контроль вот над всем тем, что происходит в вашем доме, в вашей семье. И если смотрят меня женщины, вы хотите вот такого мужчину, который был бы вам как отец, как человек, не просто любовник, но и как высший покровитель, друг в любой ситуации. Если говорить о мужчинах-скорпионах, вот эта карта может показывать вас как человека, который уже имеет какой-то определенный статус в обществе. Вы уже достигли определенного уровня. По этой карте к вам многие люди могут идти за советом. Эта карта говорит о том, что вы не теряете веру в то, что в вашей жизни и в личной в том числе что-то должно наладиться. Если говорить о социальной жизни, о внешнем мире для вас, эта карта может говорить также о мужском лице, с которым вы взаимодействуете. Для кого-то это может быть человек из госструктур, с которым вы решаете какие-то важные для себя дела и вопросы. То есть обращаетесь к кому-то за помощью. Для кого-то это наставник, учитель. У женщин-скорпионов, у кого-то уже может быть вот такой вот мужчина-покровитель, человек достойный и с этим человеком у вас могут развиваться отношения и в будущем. Но либо этот человек уже был женат, также эта карта может показывать женатых людей. То есть не все так просто. Человек достойный, человек хороший, но может быть он в отношениях. В любом случае, милые женщины, вы одиноки 100% не будете. Это карта высших сил и мужского лица, вот которая войдет в вашу жизнь непременно. Если говорить о мужчинах-скорпионах, все-таки то, что касается вашей личной жизни, очень много зависит от вас самих. Давайте посмотрим вашу рабочую деловую сферу. И здесь для вас выпала прекрасная карта Солнышко, Старший Аркан. Что может быть лучше? Это одна из лучших карт в колоде, которая говорит о счастье, о довольстве, о реализации любых планов и амбиций. Это карта движения вперед по карьерной лестнице. Эта карта может показывать, как многих из вас, как людей, уже достигших определенного уровня в обществе. То есть по этой карте может быть, либо кто-то работает на вас, и вы руководите какими-то процессами. Даже если вы работаете в каком-то коллективе, эта карта показывает вас, как человека глубоко уважаемого. И с вашим мнением считаются другие. И ваше мнение для многих людей не последнее. Также карта Солнышко показывает большие перспективы в работе, развитие всех рабочих процессов. И также, конечно, это очень и очень неплохой заработок. Сама по себе карта Солнышко также говорит о деньгах. Притом, эта карта далеко играющая. Она говорит о событиях не только этой недели, не только этого месяца. Она говорит о том, что и в течение этого года с финансами у вас должно что-то налаживаться. По крайней мере, в рабочих процессах у вас здесь идет движение вперед. Вы как будто бы укореняетесь в своих позициях. И то дело, которым вы занимаетесь, может развиваться. Для многих эта карта может показывать и вашу всестороннюю развитость и способность заниматься несколькими делами сразу. То есть вы можете и чему-то учиться, и других чему-то учить. У вас очень много опыта. И люди к вам буквально тянутся, чтобы погреться в лучах вашего солнышка, вашего тепла. То есть вы очень открытый, светлый человек, очень коммуникабельный, очень общительный. Это то, что помогает в ваших рабочих процессах. Если говорить о тех скорпионах, кто до сих пор был без работы, эта карта говорит о том, что работу вы однозначно найдете. Как только вы начнете выходить из вот этого состояния закрытости, когда вы себя отгораживаете от внешнего мира, а начнете действовать, начнете искать работу, вы непременно найдете. Работа будет хорошо оплачиваемая, и вы будете очень и очень довольны. Работа будет денежная. Для тех, у кого на кону какие-то важные договора, сделки, связанные с работой, эта карта дает добро. Говоришь о том, что все у вас получится. Карта зеленого цвета. Проявляйте активность, ведите за собой других, вас ждет успех. Если говорить о материальной сфере, здесь для вас выпала карта королевы кубков. Милые женщины-скорпионы, вот здесь вы собственной персоной. Это карта королевы водной стихии. И если меня смотрят женщины, то без денег вам не быть. Эта карта говорит о том, что денежки в любом случае у вас будут. Даже для тех, кто не работает, и в силу каких-то причин и обстоятельств, либо на пенсии, либо находится дома, смотрит за ребенком, либо, может быть, вы еще достаточно юный, и вам покровительствуют родители. В любом случае, эта карта говорит о том, что денежки у вас будут. Если смотрят меня мужчины, большое влияние на ваши деньги и финансы имеет дама, может быть, в вашей же стихии, но не обязательно. Это может быть просто русая, либо голубоглазая женщина. Если говорить о женщинах-скорпионах, вы очень много себе по этой карте можете позволить. И какую-то покупочку, и чем-то порадовать себя. Если вы хотите чем-то заниматься, в чем-то развиваться, эта карта говорит вам развивайтесь, вкладывайте деньги в свое развитие. Эта карта вас показывает, как людей очень творческих. Развивайте свои творческие таланты, свой творческий потенциал, влаживайте и в это свои денежки. То есть эта карта может напрямую говорить о том, что вы развиваете какие-то свои хобби и таланты. Также, конечно, деньги, которые вкладываются во внешность, деньги, которые вкладываются в красоту. для кого-то из вас, и таким образом проиграется эта карта. Также по карте солнышко вернусь сюда, для кого-то это может быть как семейный бизнес, даже если у вас не семейный бизнес с кем-то, то может быть кто-то из ваших родных и близких переживает за ваши рабочие моменты, и у вас есть поддержка со стороны ваших родственников, по крайней мере вам есть с кем посоветоваться и обговорить важные дела, касающиеся работы. Давайте посмотрим, что происходит во внешнем мире, и здесь для вас выпала карта четверочки Пентакли. Снова карта материальная, карта денег. Она говорит о том, снова-таки, что все ваши мысли сосредоточены на заработке, на деньгах. Где-то вы действительно занимаете какие-то ведущие позиции, то что касается денег, может быть в какой-то организации на вас возложена какая-то основная ответственность. И эта карта говорит о том, что вы как будто бы от каких-то людей пытаетесь огородиться. Кто-то смотрит на ваш успех и хотят плодами вашего успеха каким-то образом попользоваться, либо извлечь какую-то выгоду из отношений с вами, и таким образом может проиграться эта карта. То есть вы довольно-таки настороженно относитесь в отношении тех людей, с которыми общаетесь во внешнем мире. Вы понимаете, что многим из них от вас просто что-то нужно, и вы это четко и ясно для себя осознаете. Может быть именно поэтому вы немножечко закрываетесь вот по отшельнику, но денежки 100% у вас будут. Для кого-то из вас эта карта может проигрываться как ревность во внешнем мире. Вы кого-то, кому-то ревнуете, может быть своего партнера. А может быть вы ревностно относитесь к тому, что кто-то рядом с вами тоже пытается достичь каких-то хороших успехов и результатов, и вам не безразлично то, что кто-то тоже неплохо зарабатывает, и вы подтягиваетесь к кому-то для того, чтобы быть не хуже кого-то. То есть для вас материальное поле играет большую-большую роль. У кого-то здесь немножечко нервы из-за каких-то проплат, может быть это какая-то денежная суета. В принципе денег-то вам на все хватит, но вы все равно нервничаете и боитесь денежки потерять, боитесь их неправильно потратить, боитесь неправильно распорядиться. Вы все время думаете о том, чтобы что-то накопить, что-то отложить. Вы боитесь вот входить в день завтрашний без денег. Давайте посмотрим события, которые войдут в вашу жизнь в завершение этого периода. И здесь мы видим карту старшего аркана умеренности. И в конце, и в завершении этой недели мы видим какие-то размышления. Эта карта также говорит о учениках, то есть независимо от того, в каком вы возрасте. Посмотрите на вот эту замечательную линейку карт. Карта отшельника, карта солнышка, карта умеренности. Это все карты знаний. То есть эти три карты сами по себе говорят о какой-то внутренней глубокой философии, глубокой мудрости. У вас ума по этим картам палата. Главное правильно этим умом и своими способностями и возможностями пользоваться. У кого-то есть расположенность к тайным знаниям, к оккультным наукам, но это светлые какие-то знания, связанные с врачеванием. Может быть, кто-то в течение этой недели думает о каких-то светлых ритуалах или обращается к кому-то для того, чтобы наладить свою жизнь с помощью светлой магии. Потому что карта верховной жрицы и отшельника могут говорить о магии в вашей жизни. И карта солнышка говорит о хорошем результате. В общем-то, по этим картам вы защищены во внешнем мире и в дне сегодняшнем. Но по верховной жрице, возможно, сейчас вы находитесь немножечко в моменте какого-то ожидания. Что-то вы еще ждете. Какой-то процесс, может быть, еще вызревает. Вы прислушиваетесь к своей интуиции. И у многих из вас она очень и очень хорошо развита. Если вам нужен какой-то совет, обращайтесь вот к такому вот мужчине мудрому или женщине. Это может быть и мужчина, и женщина, человек, который вам чем-то поможет. И в конечном итоге вы достигаете задуманного. Но вот по карте умеренности вам как будто бы нужно еще приспосабливаться под каких-то людей, под какие-то обстоятельства. На сегодняшний день дела идут неплохо, но ситуация требует ожидания и вызревания. Поэтому немножечко подождите, немножечко потерпите. Ваш успех не за горами, но что-то еще формируется. В любом случае, изменения, которые будут, они будут для вас благотворными. Вот такие вот интересные карты. И карта умеренности. Вот лишний раз повторюсь, что все-таки, если вы чувствуете в себе какой-то внутренний потенциал, желание учиться и развиваться, развивайтесь, учитесь. Но эта карта, если говорить о внешнем мире, может говорить о каких-то сдерживающих факторах вас вот в дне сегодняшнем. Что-то, какую-то ситуацию, пока вы не можете перепрыгнуть, что-то вы не можете поменять, и вам приходится как будто бы ждать или под что-то приспосабливаться. Карта совета для вас. Девяточка жезлов. Это карта обороны. Эта карта говорит о том, что есть какая-то старая конфликтная ситуация. Вы думали, надеялись на то, что какая-то проблема уже закрыта, она снова к вам возвращается. Либо это какое-то дело, которое у вас долго ходит по кругу. Вы его решаете, 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 решаете и никак решить не можете. По этой карте к вам кто-то может идти с какими-то претензиями, кто-то завидует вашим успехом. И по этой карте вы пытаетесь огородить свое личное пространство, защитить в чем-то свой интерес. Эта карта говорит о том, что если вам придется от кого-то защищаться или обороняться, не пасуйте, отстаивайте свои права и свои позиции. Почему? Потому что правда по этой карте на вашей стороне. Вы человек не робкого десятка. Вне зависимости от того, кто меня смотрит, мужчины или женщины, эта карта показывает большую волю и внутренний крепкий стержень воли и желания побеждать в каком-то вопросе. Вы какой-то вопрос сможете отстоять, если будете настойчиво продолжать отстаивать свои позиции. Давайте посмотрим ответ на ваш вопрос. Однозначно уверена, да, старший аркан императрица. Вам, по-моему, благоволит сама вселенная в этом периоде. Замечательные карты. На ваш вопрос может влиять некая женская особа. Благодаря какой-то женщине вы желаемое получаете. Для многих из вас эта женщина очень значимая. Это может быть любовница, жена, мама, подруга, но человек очень важный в вашей жизни. Если говорить о женщинах-скорпионах, эта карта показывает вас самих и говорит о том, что все в том вопросе, который вы задали, зависит именно от вас. Вы развитая, вы умная, вы талантливая, вы красивая. Вы знаете, что вы делаете, как вы делаете, зачем вы делаете, куда вы идете и какую цель преследуете. Здесь движение вперед. Сама по себе карта императрицы говорит о росте и о развитии. И также вот дополнительная информация по этой карте, что при получении желаемого у вас открываются еще какие-то дополнительные шансы и возможности, если вам удастся пробить этот вопрос, который вы задали. А вам удастся. Вот вы что-то получаете и развиваетесь дальше. Растете, растете и растете. Вот в том направлении, которым вы интересовались. Карта прекрасная. Что радует, друзья? Что ваш расклад начинается с карты Королевы Пентакли. Эта карта показывает устойчивые материальные позиции. Что радует, что в центре вашего расклада, в сердце вашего расклада выпала карта Старшего Аркана Солнышка. И эта карта буквально собой перекрывает многие карты, даже негативные какие-то моменты в вашей жизни. Эта карта говорит о том, что у вас настолько большая мощь, энергетика, ваша сила и внутренняя, и духовная, и на физическом уровне. Многие из вас имеют неплохую форму по этой карте. В любом случае, эта карта говорит о вашем успехе и признании вас другими людьми, и реализации вами задуманных планов. Также, что радует, что все-таки и в завершении вашего расклада, несмотря на то, что вам приходится под что-то пока приспосабливаться и что-то ждать, все-таки карта Умеренности, это также карта одного из Ангелов, который вам покровительствует. Наверняка не случайно, вот посмотрите, вот в нижнем ряду выпало две карты, карта Папы и карта Ангела. Ваша вера помогает вам жить. И если вы о чем-то просите высшие силы, высшие силы вас слышат. У вас очень мощный Ангел-Хранитель по вот этой карте, по вот этим двум картам, которые я вижу вместе. Уважаемые скорпионы, я думаю, что не стоит брать дополнительные карты. Почему? Потому что расклад у вас получился очень и очень неплохой. Конечно, я всем желаю счастья, всем желаю здоровья, всем желаю позитива. И даже если выпадают негативные карты на стол, это только призыв к действию. И Вселенная вам указывает на слабые стороны вашей жизни, которые благодаря полученной информации все-таки вы сможете изменить, подкорректировать и быть к ним готовыми, что тоже немаловажно. Всем удачи, подписывайтесь на мой канал, кто еще не успел подписаться. Нажимайте на колокольчик для того, чтобы не пропустить следующее видео. А сегодня, друзья, всем до свидания.